МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почти полторы сотни работников, 11 из которых – инженерно-технический персонал. В цехе работают три лаборатории. В задачи специалистов входит проведение лабораторных анализов, собранных по всем месторождениям предприятия «Газпромнефть» Муравленко. У меня четыре участка, таких мощных, как вы знаете, это Субмутский участок, Муравленский участок, Ванга-Яхинский и Сутарминский. На каждом участке у меня три начальника лаборатории. То есть это грамотные, ответственные люди, которые в основном и занимаются лабораторией, контролем качества, подготовкой документов. Время диктует свои требования по повышению качества работы. И персонал цеха химического анализа внедряет в процесс работы новшества. Сейчас здесь ожидают поступления нового оборудования, которое поможет проводить исследования на более высоком уровне. Мы действительно повышаем свой уровень качества анализов, закупаем оборудование, которое поможет нам в кратчайшие сроки выполнять поставленные задачи, проводить какие-то экспресс-анализы и так далее. В различных областях это и газоанализаторы, и определители кислорода, то есть наличие кислорода в замкнутом пространстве и так далее. Лаборатория аккредитована на исследование около 30 показателей. И благодаря наличию современного оборудования анализ показывает очень высокий уровень точности. То, чего на глазок не определишь. Мы имеем, конечно, представление о том, каково содержание воды в каждой скважине. Определяем состав попутной воды, которая добывается в качестве водожидкости вместе с нефтью. Ну и какие ионы присутствуют, в каком количестве. Все это подтверждает лабораторный контроль, он для этого и проводится. Антонина Восницкая – одна из тех, кто закладывал основы производства нефтедобычи. Начинала работать в цехе 30 лет назад, когда не хватало самого элементарного оборудования. Во-первых, тогда не делали настолько сложные анализы. Тогда, когда все начиналось, делали анализы по определению нефти в пробах. Сколько воды, сколько нефти. Методами горячего отстоя, методами перегонки нефти. Эти анализы, они так и остались. Это самое первое, что необходимо, скажем, геологической службе знать о скважине. Но не было, конечно, такого оборудования. Был самый минимальный набор. Сегодня, в месяц, через лабораторию физико-химического анализа, проходит около 16 тысяч различных проб. Специалисты проводят не только анализ качества нефти, пластовой воды, газа. В области экологии следят за поверхностными водами в тех местах, где трубопроводы пересекают участки рек и озер. К качеству подготовленной нефти работники лаборатории также дают самую объективную оценку. Вся нефть выходит качественно, согласно ГОСТа. И, ну, если вам будет интересно, то есть нефть выходит практически с нулевым процентом воды. То есть она подготовлена и готова для транспортировки на Европу и на Новороссийск и дальше по миру. В прошлом году лаборатория цеха химического анализа предприятия «Газпромнефть» Муравленко проходила испытания и получила высокую оценку Центра стандартизации и метрологии в Тюмени. Татьяна Сорокина, Вадим Братчик. Новости нашего города. В России необходимо развивать региональные детские театры. Такую задачу поставил Владимир Путин на заседании Президиума Совета при Президенте по культуре и искусству, прошедшем накануне в Москве. Надо восстановить сеть детских театральных студий, художественных и литературных кружков. И, конечно, следует поддержать общественные инициативы, связанные с театральным искусством, оказывать содействие некоммерческим организациям, самостоятельным творческим коллективам. И я буду просить руководителей регионов, муниципалитетов, безусловно, идти навстречу энтузиастам и общественным творческим инициативам. Театральное искусство пытаются развивать и в нашем городе. Так, в рамках месячника оборона массовой спортивной работы и патриотического воспитания в 4-й школе состоялся спектакль, посвященный героям блокады Ленинграда. Театральная постановка называлась «И пусть поколения помнят бессмертие подвиг твой Ленинград». Ее зрителями стали учащиеся седьмых-восьмых классов. Постановку организовала творческая группа педагогов и учеников восьмых-девятых классов под руководством Екатерины Малышевой и Ирины Шелепень. Событие организовано в качестве одной из форм работы с учащимися с целью привлечения внимания школьников к исторически знаменательным датам России. Ежедневно черные клубы дыма сотен пожаров тянулись к небу. От бомбежки в первый день были уничтожены все склады с продовольствием. Продуктов в городе оставалось не более чем на 30 дней. С 1 сентября в Ленинграде были введены продовольственные карточки. В администрации города наградили активных участников благотворительной акции «Праздник в каждый дом». Напомню, в декабре по инициативе местного отделения партии «Единая Россия» и общественной организации «Женщины Муравленко» жители города смогли примерить на себя роль Деда Мороза, участвуя в акции «Праздник в каждый дом». Приглашение воплотить детские мечты о новогоднем подарке в реальность для воспитанников интерната коренных малочисленных народов Севера быстро нашло отклик у коллективов учреждений, предпринимателей и просто у жителей города. И вот накануне в городской администрации прошла торжественная церемония награждения всех тех, кто принял активное участие в акции. Благодарности получили коллективы МОП МКС, городского хозяйства, ЦТТ, 4-й школы, Тюменской энергосбытовой компании, Центра патриотического воспитания, а также ряд предпринимателей и жителей города. «Мы надеемся на то, что эти акции, не только новогодние, станут традиционными в нашем городе. И если мы сможем с вами оказать посильную помощь и подарить радость человеку, который в этом нуждается, или детям, я думаю, что это и есть то огромное слово, которое называется «счастье». И это все, о чем мы успели вам сегодня рассказать. Далее прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Зима наполняет мир красотой. Но порой за поворотом она прячет неожиданные сюрпризы. Какой бы ни была зимняя дорога, волшебный или непредсказуемый, вы спокойны за близких, когда впереди надежный ориентир. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вас ждут качественное топливо и теплый прием. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир на зимней дороге. 5 февраля в Салихарде минус 27, ветер южный до 2 метров в секунду. В ноябрьске 27 градусов мороза, южный ветер до 3 метров в секунду. В Муравленко 5 февраля минус 29, ветер южный до 2 метров в секунду.